Честное имя, потому что я считаю, что оно честное. Мои потерпевшие, это мои приятельницы, они все лукавят. Неожиданное откровение скандально известного гинеколога после четырех лет молчания. Виктория Кириллова решила наконец рассказать свою правду об уголовном деле, в материалах которого пациентки называют ее врачом-убийцей. Все эти действия, кроме как безумной женской ненависти, объяснить не могу. Эта история о женской дружбе могла бы лечь в основу сценария для бразильской мыльной оперы, если бы не трагический финал, в который сложно поверить, словно это фантастический триллер. Она ненавидит женщин, у которых все благополучно с семьей. Пациентка Кристина и врач Виктория становятся близкими подругами. Вместе ездят в отпуск, отмечают праздники и по очереди сидят с детьми. Спустя время решают вдвоем открыть частную клинику. Но в итоге бизнес-леди становятся лютыми врагами. Угроза прозвучала, что она зароет эту клинику и зароет меня. Не смогли договориться о финансовых вопросах совместного дела. Казалось бы, банальная история. Но не тут-то было. Врач Кириллова, по словам подруги пациентки, чуть не залечила ее до смерти. Я к ней обращаюсь, она говорит, да, 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 у тебя там ничего страшного нет. На самом деле у меня рак. Кристина Горьева уверена, причина страшной болезни – препараты, которые за солидную сумму колола ей Кириллова, выдавая их за панацею от выкидышей. Горьева вела у подруги-гинеколога две беременности. У меня рост живот. Я даже в магазине для беременных купила себе одежду. Но только спустя годы Кристина Горьева выяснила, что ребенка в ее утробе выдумала гинеколог. Разрекламированные подругой импортные гормональные лекарства создавали эффект беременности. История кажется невероятной, если бы не одно «но». Псевдо будущих мам среди пациенток Кирилловой несколько. Она обязательно в конце осмотра поворачивала ко мне монитор УЗИ-аппарата, и я на нем видела зафиксированное плодное яйцо. Валентина Левина – еще одна подруга горе-врача. Думала, что бесплодно, пока Виктория Геннадьевна не сообщила ей радостную новость. Будет двойня. Но чтобы сохранить детей, нужно колоть те самые чудодейственные препараты. А когда на четвертом месяце Левина решила встать на учет, врач объявила – ребенок мертв, и нужно срочно делать аборт. Ни в одной, ни в другой, ни в третьей лаборатории нет моих анализов. То есть она меня обманывала. Все, что они мне давали, это была Филькина грамота. Но нет беременности. И прерывания беременности нет. К слову, аборт и своим небеременным пациенткам Кириллова делала также за дополнительную плату. Чеков по дружбе не выписывала. Я не знаю таких медицинских препаратов, которые могут симулировать беременность. Не смогли выяснить, какими лекарствами лечила от несуществующих диагнозов подруг Кириллова исследователя. Медицинская экспертиза пострадавших была назначена слишком поздно. Этому уголовному делу долго не давали ход. В историю о гинекологе-садистке никто не мог поверить, пока пострадавших не стало трое. Она делала так, что опухоль выросла в несколько раз. И она уже была такого размера, что даже спасти органы было невозможно. Татьяну Горе гинеколог лечила теми же препаратами. Опытные врачи подтверждают, неграмотное назначение гормональных медикаментов может не только вызвать симптомы, похожие на беременность, но и привести к тяжелым последствиям. Это может вызывать эстрогенозависимые заболевания, как доброкачественные, так и злокачественные заболевания. То есть опухоли матки. Именно от рака умерла сестра Кристины, которую тоже лечила Виктория Кириллова. Врач вместо того, чтобы отправить женщину к онкологу, колола ей импортные уколы. Ну выжила замечательно, значит поэкспериментируем еще раз. Выжила второй раз, ура, да? Опыт удался, как фашисты проводят. Но врач Кириллова отрицает все эти страшные истории и называет их коварной местью бывшей подруги. Поскольку мы были подругами, у нас были минуты откровения, и она мне рассказывала о многих ситуациях в ее жизни, которые, наверное, не совсем правильные, не совсем законные. Да, когда рядом живет человек, который знает, тем более с которым ты стал врагом, наверное, это не очень удобно. Суд не поверил, что показания потерпевших – изысканный способ насолить бывшему бизнес-партнеру. Викторию Геннадьевну признали виновной в мошенничестве. Ей назначили условное наказание и запретили заниматься медицинской деятельностью на два года. Бывшие подруги подали апелляцию, но судья оставила приговор без особых изменений. Она же на протяжении всего суда даже не раскаялась. Она считает только, что с нее пытаются, вымогают деньги, в общем. А то, что она покалечила людей, от нее это как-то не особо. Осужденная из Кулап обязана выплатить пациенткам деньги, потраченные на опасное для жизни лечение. Но бывшие подруги Кирилловой хотят лишь одного, чтобы она никогда больше не надевала белый халат. Я больше никогда не вернусь в медицину. Я больше не хочу лечить людей. Не потому что я такая скверная, а потому что никому не надо. В прощальную исповедь нераскаившегося врача пострадавшие пациентки не верят. По словам Кристины Горьевой, в одном из следственных отделов Петербурга уже рассматривают новые обращения пациентов к Кирилловой. Только теперь это мужчины. Отчего и чем осужденный гинеколог теперь лечит своих больных? Еще предстоит разобраться с следователем. Ксения Якубина, Денис Костюк, Даниил Клягин, Ксения Жунусов, Антон Ефремов. Место происшествия.